Пульс города Долой развалины, в Кандалакше сносят аварийные дома. Они читали всё лето. Подведены итоги конкурса «Литературный марж и бросок». Тепло в каждый дом. Губернатор Мурманской области рекомендовала муниципальным властям начать отопительный сезон, не дожидаясь холодов. Вопрос о начале отопительного сезона на севере всегда стоит остро. На улице не май месяц, а с учётом того, что лета в этом году и вовсе не было, в квартирах Кандалакшан некомфортно. По закону же подключать жилой фонд к теплоносителю можно только после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше плюс восьми. Да и то, как показывает практика, после подписания постановления о старте отопительного сезона долгожданное тепло приходит не сразу. Некоторое время уходит на то, чтобы наладить систему, стравить из труб воздух. На это необходимо сделать скидку, считает глава региона. Сегодня Марина Ковтун рекомендовала властям на местах не дожидаться холодов и уже начинать подключение домов. Проблема сноса расселённых аварийных домов у Кандалакшан в последнее время на слуху. Особенно у жителей микрорайона Нива-3, где среди жилых деревяшек такие конструкции не редкость. В последнее время в них часто вспыхивают пожары, они также становятся площадкой для игр детворы и пристанищем для маргиналов. Но теперь на несколько опасных домов в нашем городе станет меньше. Пыль стоит столбом, работает техника. Со скрежетом рушатся старые стены. В этом году под программу по сносу аварийного жилья попали сразу четыре дома, расположенных в микрорайоне Нива-3. Чкалово-30 и 24, Кировская аллея-10 и 14. Работы выполняет строительная компания «Универсал». Срок до 1 ноября её сотрудники должны будут убрать весь мусор и привести территорию в належащий вид. Кроме этого были изысканы средства на снос ещё одного аварийного дома. Предположительно, это будет ветхое здание на Данилова-28, находящееся в опасном соседстве с детским садом. Всего неделю назад в Кандалакшане наблюдали старт самой экстремальной гонки за полярья Arctic Trophy 2015. А теперь, проведя несколько дней в попытках обуздать суровую северную природу, экипажи завершили своё путешествие. Настоящее испытание не только для техники, но и для командного духа, сплочённости экипажей, гонка Arctic Trophy – развлечений не для слабых. Хотя со слаженностью действий проблем обычно нет, а вот техника подводит гораздо чаще. В итоге финишную черту заключительного этапа трофи-рейда пересекли лишь две из семи команд на внедорожниках. В итоге золото на международных традиционных соревнованиях Arctic Trophy 2015 завоевали команды из Мурманска в классе авто и экипаж из Норвегии в классе ATV. Такой вид спорта, как самбо, весьма популярен у нас в городе. А соревнования борцов всегда собирают немало участников и зрителей. Не стал исключением и традиционный турнир по самбо «Золотая осень», прошедший в Кандалакше в это воскресенье. Первый турнир осени ежегодно открывает новый сезон соревнований. В этот раз не впервые приняли участие и взрослые борцы. Многие из них пробовали свои силы впервые, но такой опыт оказался полезен и для начинающих самбистов, и для более опытных. Для детей состязание также стало и открытием учебного года после долгих летних каникул. Первое соревнование по традиции проводим без приглашения нагородних команд. Сегодня у нас здесь порядка 70 участников. Потому что первое соревнование дети приехали, кто с отпусков, в основном сейчас детей приехало с лагеря, только с 30 августа. То есть с пылу, с жару и сразу в бой. Один из самых популярных видов спорта в нашем городе – самбо. Продолжает развиваться и даже выходит на новый уровень. В марте будущего года именно Кандалакше станет местом проведения первенства Северо-Западного федерального округа по двум возрастным категориям. В них примут участие спортсмены из семи областей и двух республик. Здесь пройдет отбор на российские и даже международные соревнования по самбо. 27 декабря 1990 года был образован российский корпус спасателей. И теперь эта дата ежегодно отмечается как День образования МЧС и День спасателя. Ну а в этом году, учитывая, что структуру отмечает 25-летие, к празднованию готовится заранее. И одним из этапов подготовки Кандалакши стало открытие фото-выставки. Предотвращение, спасение, помощь. Главный девиз спасателей и стал названием для выставки, недавно открывшейся в городском культурном центре Нива. Спасатели МЧС играют основную роль в проведении поисково-спасательных работ. Они всегда первые там, где людям нужна помощь, будь то пожар, наводнение или авария. Их трудовые будни и отражены в фотографиях, которые теперь могут посмотреть все желающие. К сожалению, самих снимков немного, но оно и понятно, ведь во время своей службы сотрудникам МЧС просто некогда думать о том, чтобы запечатлеть свой очередной повседневный подвиг. Они читали все лето. Список литературы взяли в библиотеки так же, как и задания по данным произведениям. А в первые выходные сентября они собрались в Центральной библиотеке для подведения итогов конкурса «Литературный марш-бросок» и, конечно, для церемонии награждения. Литературный конкурс проводился в библиотеке в течение всех трех летних месяцев. И принять в нем участие могли все желающие, как взрослые, так и дети. Для этого нужно было прочитать список предлагаемой литературы и выполнить интересные задания. Была возможность получить и дополнительные баллы, написав фанфик «Любительское сочинение по мотивам прочитанной книги» к одному из произведений. Причем такое творческое задание вызвало наибольший интерес среди участников. Я читала все произведения, которые там были. Я просто люблю читать, поэтому... Ну, мне больше всего понравилось писать фанфик, потому что у меня уже был опыт, я в интернете публикуюсь. Фанфик был про Евгения Онегина, что было бы, если бы он принял решение не идти на дуэль с Ленским, а уговорить его не участвовать в ней. Дипломы участников получили абсолютно все книголюбы. Победители, помимо дипломов, были награждены и специальными призами. Но наиболее интересные и оригинальные фанфики, придуманные участниками, будут опубликованы на сайте Кандалавшской библиотечной системы с указанием авторства. На этом наш выпуск завершен. Далее рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи завтра в это же время.